Друзья, всем привет! Снова мы на WatchView на обзоре часов и сегодня у нас вторая серия. Сегодня будем дальше разбираться с этими двумя экземплярами, а конкретно это реплика на Тесо Кутюрье и соответствующий омаж от китайских производителей. Для начала вернёмся к предыдущей версии. Я там обещал сказать и не сказал, почему тахометрическая шкала на хамажи бесполезна. Это первый момент. Ну смотрите, здесь на реплике... Давайте я уберу эти подушечки. Итак, на реплике. Так как это всё-таки стандартный хронограф, стрелка секундная всегда на 12 часах. То есть, в принципе, в любой момент мы можем начать засечку времени. Допустим, я собираюсь сейчас пробежать там километр и понять, с какой скоростью я двигался. Старт и финиш размечены. Итак, я начну бежать. Три, четыре и погнали. Всё. Вот. То есть, в любой момент. Готов-готов. Нажал-погнал. Если вы едете на автомобиле или ещё на чём-то, вы точно так же в любой момент можете нажать эту кнопку и засечь нужное вам расстояние. Допустим, километр или 100 метровку или ещё чего-то. Ну, допустим, вот так вот мы двигаемся и где-то, где-то... Ну, это я супермен и бегу очень быстро, поэтому давайте где-то вот здесь. Стоп. Всё. Остановилось. Смотрим на шкалу и мы видим здесь мою скорость. 110 километров в час. Здесь всё понятно. Мы можем внимательно рассмотреть, посмотреть на каком числе остановилось. в любой момент. Ну, а потом идёт сброс. Собственно, всё. Что происходит вот здесь? Секундная стрелка не становится в положении 12 часов. Соответственно, для того, чтобы стартануть и правильно получить свою скорость, нам нужно дождаться, когда данная стрелка дойдёт до 12 часов. То есть, нужно стоять и ждать, пока она не достигнет 12 часов. И только когда к 12 часам она подходит, нужно сказать там на старт, внимание, марш! И только тогда, вот с пересечением 12 часов у нас пойдёт отсчёт времени. Мы не можем эту стрелку в любой момент, как на этих часах, вернуть к нулевому значению. Поэтому, пользоваться данной шкалой, конечно, очень неудобно. Можно, но неудобно. Сейчас я вам покажу одни китайские часы, у которых нету хронометра вообще. Однако, тахиметрическая шкала присутствует. Но здесь есть специальный приём, который сделали китайцы. Вот эти часы. Смотрите, по раунду идёт тахиметрическая шкала. Эти кнопки вообще для другого. То есть, это всякие переключения времени, секундомеры и прочее. Но, как нам начать засекать? На первый взгляд, кажется так же, как и здесь. То есть, дождаться 12 часов. Но, оказывается, нет. У этих часов безель вращающийся. Обычно тахиметрические безели ставят именно на хронографы. А здесь нет. Например, я подгоняю число 60. Вот, допустим, куда-нибудь сюда. Я говорю, ну что, готов? Давай там, тебе 3 секунды готов. Поехали. Всё, и человек побежал или там поехал. То есть, за счёт того, что здесь безель крутится, его всегда можно поставить, ну, хотя бы за 5 секунд до стрелки. Тогда у тебя будет 5 секунд на готовность и погнали. На этих часах у тебя, если ты пропустил 12 часов, всё, нужно ждать целую минуту, чтобы начать замер. Поэтому здесь она несколько не к месту. Но, так как они имитировали всё-таки модель, а в модели эта шкала присутствует, китайцы сюда тоже её занесли. Дальше ещё какой момент хотел сказать. Да, по весу часов. Наш зритель Дмитрий Шипилов взвесил оригинальный ТИСО механический хронограф с остальным браслетом. Он пишет, что вес 224 грамма. Это у настоящих. Здесь давайте ещё раз повторим взвешивание одних и вторых. Мы не посмотрели, сколько весят вторые часы. Итак, ещё раз. Реплика у нас 164. С браслетом. Хамаш у нас 134. Ну, ещё один момент. Не знаю, насколько он получится на камеру. Обсвет фонариком. Для того, чтобы можно было увидеть все переливы и все рельефы, которые есть на данном циферблате. Вот, чтобы было примерное понимание. Вот как высвечивается стрелка секундная. Это всё относительно первой серии. Так, ну а теперь давайте снимем ремешки. О, смотрите, какое мощное звено. И сравните с этой фигней. Кстати, на Амфибия Риф такого же типа звено. Тоже мощное, литое. Круто. Итак, вот наши часы без браслетов. Давайте ещё раз их взвесим. Без браслета 57 грамм реплика. И 64 грамма. Хамаш. То есть, больший вес здесь дают браслеты. Смотрите, эта модель легче. Неудивительно, там всё-таки стоит кварцевый механизм. А здесь механика. Оно даже на вес чувствуется, что это тяжелее. А вот эта легче. Ну, тогда сам Бог велел взвесить браслет. Без крайних звеньев, просто так, сами браслеты. Итак, браслет от хамажа. У нас 69 грамм. И браслет от реплики. 98 грамм. Ну, давайте ещё добавим звенья сюда. Вот они. 107 грамм. Весит только один браслет. Теперь давай зайдём с тылу, так сказать. Сзади. Вот крышка. У реплики. Она очень глянцевая. Очень такая прям... Как зеркало. Здесь написано TISO. Stainless Steel. Что тут ещё? Water Resistant. 100 метров. Sapphire Crystal. Ну, то есть, сапфировое стекло. Ну, и дальше идёт 1853-й Т035-627А. Это код модели. И дальше RKL-BL81388. Ну, это что-то какой-то номер. Так. Дальше. Теперь посмотрим вот эти. Stainless Steel Mechanical. Stainless Steel Mechanical. A625. Stainless Steel Mechanical. Ну, короче. Stainless Steel Mechanical два раза зачем-то повторяется. Так. Ну, и там механизм. Видим, как работает баланс красиво. Не знаю. Есть и смысл снимать крышку. Но. Раз уж договорились. Давайте так и сделаем. И так. Вот он механизм. Это она крышка. Колечко. Так. Ну, что здесь? Тут ничего, ничего не написано. Никаких маркировок. Никаких референсов. Никаких номеров. Вообще ничего. Такой китайский. Так. Переходим к реплике. Что здесь у нас интересного? О! Вот это уже серьёзное. Он даже больше по размеру. Итак, здесь у нас стоит Miota. Miota OS10. Или 0S10, как его правильно-то. А1. Батареечка мы видим. Стоит Sony. Значок ртути 0%. Ну, то есть, типа экологически чистая батарейка. Они содержат пртути. Что тут ещё интересного? Ну, в общем, больше ничего. Да. Такой мощный Miota. Ну, собственно, это было ожидаемо. Но не этажку же они будут сюда ставить. Но хотя, с другой стороны, могли воткнуть и какой-то китайский дешёвый кварц. Это было бы обидно. В данном случае, эта Miota очень даже неплоха. Ну, а теперь я их соберу и будем смотреть, как эти часы смотрятся с разными ремешками. При занятиях активными видами спорта вместе с фотом из организма выходят полезные минералы и соли. Минеральная вода кисловодская целебная не только утолит жажду после тренировки, но и восполнит утраченные минералы. Итак, друзья, переходим к дефиле. Но, чтобы не занимать просто так времени, сразу скажу, что такие вещи, как цветные ремешки, типа красные, оранжевые, телесного цвета, всякие хаки, милитари, камуфляжи и тому подобное, мы рассматривать сегодня не будем. Ну, понятное дело, что они сюда просто ни к селу, ни к городу, ни к каким бокам не подходят. Вот. Поэтому, начнём мы, пожалуй, как всегда, с остальных браслетов. Затем перейдём к промежуточным различным вариантам ремешков и закончим уже кожаными. Но перед этим прошу заметить одну интересную вещь. что браслеты, металлические браслеты, в первую очередь подчёркивают корпус часов, в то время как ремешки в первую очередь подчёркивают циферблат. Вот такая вот есть разница между браслетами и ремешками. И мы сегодня в этом убедимся. Будет очень хороший пример, где будет прекрасно видно, насколько подходит ремешок и не подходит браслет такого же цвета. Ну что ж, давайте начнём с металлических браслетов. Так, ну вот, собственно, браслет типа поленица. Металлический, литой, красивый. Вот так он выглядит на этих часах. Очень здорово. Это реплика. И хамаш. Миланское плетение, как видим, вполне спокойный. И тоже весьма подходящий к этим часам. И смотрим хамаш. То же самое. Металлическая резинка. Это у нас хамаш. И вот реплика. Ещё одна металлическая резинка, но уже в другом дизайне, на реплике. А вот чёрный металлический браслет. Вранённый. Обратите внимание, насколько он смотрится чужеродно к этому корпусу. Это то, о чём я говорил, что браслет в первую очередь обыгрывает корпус. И потом мы сравним с тем, как выглядят эти часы на чёрном ремешке кожаном. Всё то же самое касаемо хамажа. По сути, ничего не поменялось. Да, циферблат чёрный и мешок чёрный, в смысле браслет. Но корпус металлический, и это всё выглядит просто ужасно. Миланское плетение, но вроде бы получше. Он всё-таки более похож на обычный ремешок, такой сетчатый. Это уже поинтересней. И всё-таки, всё равно он смотрится здесь чужеродно. Вот такая штука на белом, смотрите. Смотрите сами. Но получше, чем тот, который был перед этим. На хамаже примерно то же самое. Хотя, мне кажется, здесь что-то гармоничнее, нет? Кто как думает, напишите в комментариях. Мне кажется, здесь очень даже неплохо. Но посмотрим дальше. И завершает браслетную часть. Такой вот металлический, литой, бикалорный браслет. Который одновременно работает и на циферблат, и на корпус. Такой вот альтернативный, компромиссный вариант. Но с другой стороны, из-за своей полосатой расцветки, он, конечно, смотрится несколько агрессивно по сравнению со спокойным стилем самих часов. Но, в принципе, это, как говорится, на любителя. Амаж, кстати, несколько более спокойный, чем реплика. Так как циферблаты здесь поменьше. И, тем не менее, эта агрессия на данные часы тоже как бы влияет. Браслет как бы перетягивает все на себя. Хотя, в целом, смотрится, в принципе, неплохо. Напишите в комментариях, кто что думает по поводу таких браслетов. Они ведь продаются, их иногда можно увидеть. И думаешь, купить, не купить. Но вот теперь вы знаете, что будет, если вы купите их к таким часам. Этнический стиль. Прекрасно. Но он везде подходит. Тут праздничный такой. Под свитерочек с оленями или снежинками. Что-нибудь такое зимнее, теплое. Ну и на хамаже все то же самое. Натовский черный. Несмотря на то, что это все-таки ремешок. И то, что есть вот эти блестящие элементы в тон корпусу. Все-таки сам стиль натовских ремешков явно не под такую форму часов. Как бы он есть, да. Но выглядит это криповато. С хамажом та же история. Ну и Георгиевская лента, конечно же. Это праздничный ремешок. Тут даже понятно, что ремешок главнее, чем часы. Это как бы понятно, что это не на каждый день. Это чисто на патриотические, на военные праздники. 9 мая, 23 февраля и все, что с этим связано. Какие-то такие. Ну да, это не для повседневной носки. Тем не менее, вы будете знать, как это выглядит с часами Тесо. Или не Тесо. Или с китайским хамажем на Тесо. Вот, пожалуйста. И так, и так. Ну и уж что совсем непонятно смотрится, так это вот такие вот дайверские ремешки на такие как бы офисные часы. Хотя они считаются спортивными, потому что на них есть хронометр. Но, тем не менее, все-таки они ближе к классике. Вот такие дайверские ремешки, которые пластиковые. Не знаю. Ну, с хамажом та же история, что, в общем-то, неудивительно. Ну, вот такая вот имитация кожи на самом деле. Это резиновый или полимерный даже какой-то ремешок. Который не боится воды и с ним можно купаться, принимать душ и так далее. Вот так выглядит коричневый цвет на этих часах. Ну, и на хамаже тоже самое. Весьма спорное контрастное сочетание. То есть ремешок белый в контраст черному циферблату. И только пряжка поддерживает корпус. Собственно, на хамаже тоже самое. Продолжаем серию КМВ-шных ремешков. КМВ версия S03. Предыдущий был белый. Вот этот у нас светло-коричневый. Тоже спорный момент, но есть большие любители светло-коричневых ремешков. Давайте посмотрим, как он смотрится на темном фоне. Ну, по мне, так, коричневые цвета все-таки к желтым корпусам больше подходят. Ну, хотя, носят их и с теми, и с теми. Так, вот то была реплика со светло-коричневым ремешком. Сейчас у нас хамаж с темно-коричневым ремешком. Видим, очень классно смотрится с этой моделью. В общем-то, получше, чем светло-коричневый. Это у нас хамаж, я уже сказал. И ремешок КМВ-S03. А вот так на примере черного ремешка S03 выглядит реплика тесла. Да, здесь, конечно, очень плохо видны вот эти вот отверстия. Но, тем не менее, они там есть. А моделька выглядит вот так. Кожаный ремешок S03 КМВ. Теперь посмотрим на примере хамажа. Ремешок КМВ серии S05 коричневого цвета. Это темно-коричневый цвет. Ну, вот так это выглядит. Конечно, вот эти белые прострочки вторят белые разметки циферблата и металлические заклепки повторяют цвет корпуса. На мой взгляд, самое интересное сочетание. И в заключении на примере реплики смотрим еще один S05 от компании КМВ. Это уже черный цвет. Опять же, с такими же металлическими заклепками и с белой прострочкой. Ну что, друзья, на этом выпуск наш закончен. Я думаю, вы убедились, что черные браслеты сюда не идут, зато черные ремешки подходят прекрасно. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Кому что больше понравилось. Чего бы вы еще хотели увидеть на нашем канале. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих обзоров. Хорошего всем времени. Субтитры сделал DimaTorzok